Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал Я и Мой Хвост, я его автор и ведущий Олег. Друзья мои, сегодня я вам хочу рассказать, почему собаки задирают ноги, когда метят территорию, и причем стараются это сделать как можно выше. Сейчас я не знаю почему, но этот вопрос стал актуальным, задавать его мне стали гораздо чаще, чем раньше, и поэтому я решил снять этот сюжет. Смотрите, собака это животное, которое привязано так же, как и любой другой хищник к какой-то определенной территории, и когда она пробегает свою территорию, она соответственно оставляет метки о своем присутствии, то есть вот здесь вот есть такой жених, и этот жених представляет из себя такую-то, такую-то собаку, то есть по запаху другие собаки могут определить, что же животное здесь живет. Ну, по запаху это одно, а еще по высоте. То есть, наверное, вы заметили, что чем меньше собака, тем выше она старается поставить метку. О чем это говорит? Это говорит о том, что когда другая собака бежит и видит метку на определенном уровне, да, она ее обнюхивать начинает, она понимает примерно, какой соперник здесь находится, или если это сука, например, она примерно определяет, какого роста, значит, здесь живет жених и метит эту территорию. То есть, чем выше метка, тем, соответственно, крупнее собака. И поэтому маленькие собаки, они как бы, может быть, у них комплекс какой-то неполноценности, они стараются прыгнуть как можно выше, да. А те собаки, которые обладают, кобели, те, которые обладают чувством самодостаточности, то есть, они вообще могут и не задирать эту ногу. То есть, он прекрасно в себе уверен, в своих силах, то есть, рост не имеет значения там для него, он может это делать, и даже не задирая лапу. Вот. Потом, а также не задирая лапу, это не актуально для кастрированных собак. То есть, те собаки, которые стерилизованы, у них нету потребностей в обозначении территории, у них нету потребностей в размножении, инстинкте размножения, поэтому, в принципе, они просто справляют свою нужду и не метят. И они, в отличие от собак не стерилизованных, вообще, в принципе, не стараются разносить свои запаховые метки. То есть, он может испорожниться за один только раз. То есть, если там не кастрированному кобелю нужно это сделать там 10-15-20 раз, да, поэтому прогулка удлиняется, то стерилизованные собаки, они, у них вот неприятного этого момента, то есть, для выгулки собак не присутствует. Они могут испорожниться за один раз. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос, поэтому, друзья мои, заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. С вами был канал Я и Мой Хвост, я его автор и ведущий Олег. Спасибо.